добрый день уважаемые друзья вы знаете в декабре недели щелкают как минуты и вот эта неделя снова позади и мы с вами по сути дела подводим итоги не только прошедшей недели но и целого ряда наших встреч которые были запущены заряжены конце года мне нравится нравится поскольку у нас есть возможность поговорить напрямую без посредников и мне рассказать действительно о том что волнует губернатора какие вопросы были в центре внимания но и мы всегда говорим о планах и задачах которые у нас есть но сначала последняя неделя уходящего года она была очень насыщена как полагается много встреч всевозможные интервью подведение итогов были очень важные рабочие такие моменты связаны с оценкой итогов например строительства жилья в 2019 году они не радуют я могу с вами вам об этом сразу сказать и конечно масштаб задач которые у нас впереди требует вот буквально ручного управления мы договорились ежемесячных встречах которые будут оценивать ход реализации тех планов которые мы с со строителями их было более 50 человек наметили 50 компаний которые работают в этой сфере но и конечно нам нужно будет сейчас очень тщательно встроиться в тот масштаб задач которые сегодня формируют национальные проекты это 450 тысяч квадратных метров переселения из аварийного жилья десятки детских садов около полутора десятков школ огромное количество социальных учреждений кроме того капитальный ремонт строительство и многие многие другие работы которые нужно будет вести и в казалось бы в таком привычном режиме и плюс вот этот огромный дополнительный комплекс задач мы обязаны с этой задачей справиться об этом состоялся очень принципиальный разговор был в москве на государственном совете где тоже подводились итоги года по такому важному направлению как продовольственная безопасность странный игропромышленный комплекс деловой был совет и хоть мы не так ярко представлены системе агропромышленного комплекса странной целом но решения которые там были приняты затрагивает страны и архангельскую область поэтому разговор касался абсолютно всех итоги года вот я уже как-то даже в интервью об этом радует в целом задачи все выполнены есть те сбои которые мы оцениваем над которыми работаем но они как правило связаны с такими объективными обстоятельствами может быть пару мест езди требуется управленческие административные решения но я думаю выводы будут сделаны буквально вот сразу же после нового года все оценки то есть и персональные будут даны новый год он был еще и связан с большим количеством таких ярких ожиданий особенно со стороны наших мальчишек и девчонок наших малышей вы знаете проект елка желаний который идет по всей стране запущен был прошлом году тоже на итоговом госсовете в кремле тогда у нас было два человека которые оказались в составе тех кому были вручены подарки и исполнены желания напрямую с участием президента это было его внимание к этому проекту и к этому событию в этом году уже три человека получили соответствующий подарок с елки в кремле мы стараемся сделать так чтобы ребята до нового года уже дедушка мороз и президент россии и желание исполнили это будет безусловно сделано кроме того есть проект елки желаний которые мы реализовали здесь в правительстве архангельской области вот сразу же после того как будет записано это интервью я планирую поработать дедом морозом за для этих удивительных ребят им нужна реально поддержка и общество и внимание людей поэтому я с удовольствием это выполню поскольку у нас встреча новогодняя я все-таки хочу особое внимание уделить планам на следующий год год очень содержательный очень важный для региона для архангельской области конкретно хотя есть много риска пересекающих событий с федеральной повесткой но самое главное из них события это конечно 75-летие победы это наш великий праздник и вы знаете я уже много раз говорил том числе на встрече с молодежью ведь война она знаменована не только великой победой над страшным злом нацизмом но и перестановка сил в мире она поменяла картину всего мира и советский союз тогда занял достойное место в во всех аспектах жизни развития цивилизации поэтому конечно это праздник величия русского духа и значимый для россии сегодня он ничем не омрачен с точки зрения позиционирования страны как с точки зрения внутреннего развития так и со стороны места и роли нашего государства на мировой арене мы обязательно будем достойно и готовиться отмечать этот праздник большое количество проектов человеческих творческих организационных безусловно парад бессмертный полк торжественные мероприятия и будет очень много я уверен повторюсь уверен мы достойно встретим этот великий праздник праздник победы добра над злом силы русского духа и его умение противостоять злу и несмотря ни на что и будем к этому готовиться есть ряд таких важных юбилейных дат в истории нашего региона это конечно мы давно уже течение ряда лет готовимся двум знаковым событиям это столетие со дня рождения федора абрамова и 500-летия антонио сийского монастыря оргкомитеты работают идет такая завершающий этап работы если 500-летие монастыря уходит в лето процесс празднования то 29 февраля мы будем праздывать 100 лет федору абраму великий сын нашей земли и конечно праздники будут не только до 29 февраля но и в течение всего года но вот самое главное мы наметили именно на эти даты будет много гостей много событий будет подведение итогов той большой работы которая провелась книги новые издания проекты постановки и много много другое что ознаменует это большую важную дату 500-летию антонио сийского монастыря реализованы целый ряд инфраструктурных решений мы развиваем территорию сийского поселения мы стремимся сделать так чтобы всему миру всей стране напомнить что русский север это место совершения исторических событий для страны связанные с великими именами и большими проектами и не только в самой сии но и в целом на русском севере у нас будет 90-летие николая павловича лаверова это в январе у нас будет целый ряд событий связанных со столетием завершения интервенции на русском севере ну и конечно все это будет возвращать или должным образом рассказывать об истории нашего региона и его роли в развитии страны в целом из таких прикладных решений которые нам предстоит реализовать это конечно дальнейшая реализация национальных проектов комплекс задач и сложность их масштабность увеличивается и мы должны будем это сделать вот наращивая темпы и ни в коем случае не выпадая из тех планов которые мы себе наметили опять школы детские сады дороги и повторюсь их будет все больше и больше в тех местах где прежде всего их ожидают люди конечно они будут преобразовывать нашу землю наше поселение создавая достойные условия жизни для всех жителей региона у нас с 1 января мы начинаем реализацию схемы новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами мы ожидаем очень таких ярких и активных действий вокруг процесса реализации эти схемы мы главное будем людям об этом рассказывать объяснять и надеюсь что умные светлые головы в этом разберутся в сентябре следующего года выборы губернатора архангельской области это важнейшее политическое событие для региона я очень рассчитываю что никакие процессы связанные в том числе с этой важной и очень демократической процедуры которая будет проходить в регионе не окажет какого-либо негативного влияния на те задачи которые мы должны будем решать безусловно будет яркая политическая борьба будет много разговоров рассказов но уверен что жители региона разберутся и выберут достойного руководителя я хочу поздравить всех вас дорогие земляки и вы знаете поздравление это всегда такое очень официальное событие но я пользуюсь этой площадкой хочу чтобы она прозвучала может быть более по-домашнему безусловно есть большой светлый праздник новый год есть дата которая заставляет нас подвести итоги прошедшего года построить планы на будущее это на самом деле у нас головах некая такая граница на самом деле жизнь она никогда не останавливается и не прерывается она продолжается и в зависимости от того как мы к ней относимся именно так мы будем жить в следующий день следующий месяц в данном случае следующий год я абсолютно уверен что отношение к жизни должно быть радостным она должна быть светлым и сферы вот то красивое будущее которые которым мы стремимся иначе жить нет смысла поэтому я искренне желаю что вот эта вера светлое будущее это вера в силу любви добра добрых людей верных друзей она позволяла нам жить уверенно в этой жизни я очень хочу чтобы каждый из вас в той большой суете которая нас безусловно захватывает окружает всегда видели главные ценности исследовали именно тем постулатом которые всегда держали человечество и вот наверное в потоке решения всех больших и важных задач нам нужно обязательно сохранять вот это вот самое главное самое светлое что у нас есть добра любви радости в жизни благополучия в семье верных друзей ну из простого человеческого счастья в новом году поздравляю вас отец отец